Докажите, что в прямоугольном треугольнике медиана, проведенная из вершины прямого угла, равна половине гипотянулищей. Между прочим, очень важная задача. Мы это будем использовать в разнообразной ситуации много-много-много раз. Итак, давайте торжественно запишем, что нам дано. Дано. Угол АСВ прямой. М – это середина отрезка АВ. Доказать, что длина отрезка МС равна длина отрезка МАМВ. Итак, у нас известно, что это середина. Проводим, соединяем источник С. Мы взяли в его угольник, у него отметили середину гипотенузы. Можно приобрести, да, саму себя и идеал. Можно. А где мы? Ну да. Она чуть-чуть веса, да? Она чуть-чуть забралась вверх. Она пойдет чуть-чуть дольше. Если менять... Соединение. Да. И что? Почему прямоугольник? Потому что... А... Потому что получается параллелограмм... Параллелограмм с одним прямым углом, значит, все остальные прямые – это прямоугольник. Так, ребята, давайте слушайтесь, пожалуйста, в логику рассуждения. Он продлил нидиану так, что вот это вот равно вот этому. Правильно? Получил параллелограмм. Но раз у этого параллелограмма есть прямой угол, то получил прямоугольник. Да. И что осталось сказать? Что у прямоугольника... У прямоугольника диагонали равны. У прямоугольника диагонали равны. Мы такую задачу решали? Мы сегодня решали такую задачу? Да. У прямоугольника диагонали равны. Решали. Спасибо вам большое. Астасич, можно было взять какую-нибудь среднюю линию, один из концов, который в точке M. Там было 90 градусов. Это другой способ сделать то же самое. Давайте-ка я его действительно тоже нарисую. Ребята, не обязательно задачу решать так, как мы. Хотя, очень хорошее сейчас возвращало решение. Действительно, можно делать то, что говорит Коля. Если взяли точку M, то можно провести среднюю линию и здесь провести среднюю линию. И смотрите, что тогда будет. У нас была середина. Здесь у нас была средняя линия, значит, вот эти равны. Здесь у нас была средняя линия, значит, вот эти равны. Да. А что дальше? А дальше смотрите, есть треугольник А, М и основание пневматикуляра. Ну ладно, надо обозначить, пожалуйста, обозначить, скажем, здесь пусть будет какая-нибудь точка K, а здесь будет какая-нибудь точка L. И что? Смотрите. У нас 90 градусов, вот в этой точке, и отложены равные отрезки. Значит, треугольник LMA конкурентен треугольнику LMC. Господа, пожалуйста, посмотрите внимательно. Вот эти два треугольника очевидным образом конкурентны. Между прочим, этим тоже. Если честно, здесь все разрезано на четыре одинаковых треугольника. Так, есть и взять. Треугольник и треугольник. И через середину его медиатора провести среднюю линию, а потом еще и середину свершения левого угла, то получится замечательная вещь. Вся картинка разрежется на сколько? На четыре. На четыре прямоугольных маленьких треугольничков. Это понятно? Это понятно. Получательно. На самом деле, я еще должен один комментарий. Что будет, если поставить ножки циркуля в точку M и провести окружность с радиусом C? Пройдет через все четыре точки. Пройдет через все четыре точки. Если вы рассматриваете середину гипотенузы, то это центр, описанный окружностью к треугольнию. Вот давайте я вам сразу покажу один из очень известных примеров, когда это используется. Вот берем производник треугольника. В нем проводим высоту и возникают четыре точки. А, Б, С. Вот это будет пусть А штрих, это будет Б штрих, а вот эта точка будет будет Х. Итак, пишем четыре точки. А, Б штрих, А штрих и Б. Пожалуйста, объясните, почему эти четыре точки лежат на одной окружности. И покажите, где расположен центр этой окружности. Если вы поняли предыдущее, смотрите на предыдущую картину и догадайтесь, что мы только что доказали. Где у прямоугольника лежит центр, описанный окружностью? Где? В середине чего? Ты в середине, в середине чего, да? Провести окружность, что вам какие очереди? Провести окружность с каким центром? Везде. Нет. Да? С центром, в середине и гипотинус. А гипотинус это какое отрезок? А на самом деле на треугольном треугольнике. Ну, как он будет? На нашей картинке он четко обозначен. Угольник. Вот у треугольника. А, Б. А, Б. Молодец. Господа, пожалуйста, посмотрите на эти два треугольника. А, Б штрих, Б. Вот этот угол, А, Б штрих, Б. Он прямой. Поэтому А, Б, гипотинусы, и поэтому вот этот вот отрезок равен половине отрезка, Б. И точно так же угол А, А, Штрих, Б. А, А, Штрих, Б. Он тоже прямой. Поэтому и вот этот вот отрезок тоже равен половине отрезка, Б. Значит, где лежит центр окружности? В середине чего? Отрезка А, Б. Замечательно. И сейчас я вам вывожу новые точки. Это будет последнее, что мы сегодня сделаем. С, А, Штрих, А, Ш, и Б штрих. Будьте добры сказать, по какой причине эти четыре точки лежат на одной окружности, и показать, где у нее центр. С, А, Штрих, А, Ш и Б штрих. Надо там видеть прямоугольные треугольники. Понять, где у нее гипотинуза, и, соответственно, надо это все будет делать. Хорошо? С, А, Штрих, А, Ш, Б штрих. Где там прямые углы? Да? А прямой угол есть на А, А, Штрих, С. Вот этот, да? Прямой угол есть. А еще? Второй прямой угол назовите. А, С, Б штрих, А, Ш. Конечно. Так, и какая же общая гипотинуза? А, С. А, какая? А, С. А, С, совершенно верно. Вот он, отрезок. Посмотрите, господа, вот здесь вот есть прямой угол, и здесь есть прямой угол. То есть, если вы возьмете середину отрезка С, то вот этот вот отрезок будет такой же, будет половина С, и этот отрезок будет половина С. Соответственно, есть вот такая вот замечательная угловность, которая проходит через точки С, А, Штрих, А, Штрих, Б штрих.